Итак, у меня всё готово. У нас есть две замечательные солнечные панели. Примерно они по мощности одинаковы. Одна 250, другая 265 Вт. И давайте мы начнём с этой поликристаллической солнечной панели. Посмотрим, сколько она будет в лежачем положении выдавать нам максимальную нагрузку. Какая будет максимальная нагрузка именно в лежачем положении? Вот так. В моём тесте будет принимать участие... О, какая штука! Тестировать мы будем на MPPT-контроллере. E-P-Ger-Dua-Race. Аккумулятор у нас на 110 А. Значит, солнечный инвертор у нас на киловатт. И, как обычно, для нагрузки я буду использовать мультиварку. Вот так. Мультиварка у нас Polaris на 800 Вт. И давайте мы с вами посмотрим, сколько же у нас получается Вт мы можем собрать в данном положении солнечной панели. То есть положение лёжа. 176 Вт у нас в данный момент идёт на... Именно солнечной панели на MPPT-контроллер. Напряжение 28-28, ну, 30 Вольт. И если в амперах 5,9, то есть 6,3, 5,9, 6,2. Вот. Ну, в ваттах 177 Вт мы можем сейчас собрать. На аккумулятор у нас идёт... Давайте можем также проверить, сколько у нас сейчас идёт на зарядку нашего аккумулятора. 14,5 А. Вот. Сейчас, в данный момент мы собираем с этой солнечной панели. 14,7 А идёт на зарядку нашего аккумулятора. Так, снова переключаем на вход. Вот. И также мы смотрим... Смотрим. 178, 179 Вт мы можем собрать солнечные панели, которые по мощности у нас 265 Вт, поликристаллическая. Давайте теперь с вами сориентируем солнечную панель. 218, 222, 225, 225, 224, 223, 220, 221, 224, 225. Вот. Вот такое положение максимальное. Вот. Всё. Вот так, в таком положении лучше всего сейчас, в данный момент, работает наша солнечная панель. Посмотрим, какой угол. Угол у нас ровно 40 градусов. Вот. И в таком положении солнечной панели мы можем получать уже не 178 и 179, да, а 226. 226 Вт мы можем получить с нашей солнечной панели. Вот такая вот разница. Давайте теперь сделаем тот же самый тест, только на монокристаллической панели на 250 Вт. У нас теперь подключена монокристаллическая панель мощностью 250 Вт. Ровно 250 Вт. И примерно мы с неё можем получить в лежачем положении 150-160 Вт. Вот 160 Вт, вот. То есть в лежачем положении она нам даёт 160 Вт. 7 Ампер. На аккумулятор идёт у нас ровно 13 Ампер. Давайте теперь... Вот 162, 163. Давайте теперь снова, как и предыдущую солнечную панель, мы выставим, сориентируем её на солнышко. И посмотрим, сколько она нам будет выдавать. Да, угол также 40 градусов. При 40-градусном угле максимально она нам выдаёт 203 Вт. То есть в лежачем положении мы с неё снимали 160, а в нормально сориентированном положении 200, 203, 202. То есть на 40 Вт разница. То есть разница 40 Вт. Это у нас и здесь было примерно... Здесь у нас даже было больше, чем 40 Вт. У нас 20... 45 Вт была разница у нас поликристалл и 40 Вт у нас монокристалл. Давайте теперь посмотрим, сколько у нас идёт на аккумулятор. На аккумулятор у нас идёт 16,5 Ампер зарядного тока. Вот так. 8,3 идёт на контроллер. И 16. Примерно 16 идёт уже на зарядку. Я сейчас буду закрывать солнечные панели наполовину. И мы с вами посмотрим, насколько у нас будет падать выработка солнечной энергии. Итак, как мы видим, я закрыл ровно половину солнечной панели. То есть здесь у нас 6 клеток. 3 я закрыл. 3 рядка я закрыл. Но давайте посмотрим. Было 160. Остало всего лишь 4,7-4,9. То есть, понимаете, да? То есть закрывая солнечную панель наполовину, выработка солнечной панели практически прекращается. Давайте сделаем похожий тест, только закроем уже не сбоку, а снизу. Давайте посмотрим, что у нас изменилось или нет. Практически ничего не поменялось. Солнечная панель также ничего не вырабатывает. То есть 3,7. Вот вообще нули только что были. 3,7, 4, 3,6. То есть в таком положении у нас солнечная панель тоже ничего не вырабатывает. Давайте попробуем всего лишь один рядок закрыть. Самый нижний. Вот так. Закроем. Как будто бы у нас тень чуть-чуть попала на солнечную панель. И посмотрим, что у нас произойдет. Вот на нижний рядок мы закрыли. И у нас вместо 160 всего лишь 20 ватт. То есть даже один ряд закрытый на солнечной панели очень сильно влияет на выработку солнечной энергии. 175, 177, 175. Вот примерно 175. Давайте накрывать. Закрыл 3 вида клеток. И смотрим, сколько у нас вырабатывает солнечная панель. Ну, чуть-чуть получше. 4,8 ватт, 4,9, 4,3. Но то же самое. То есть очень сильно падает выработка солнечной энергии. 5 я закрыл. Давайте посмотрим, сколько у нас показывает. Так. И то же самое. Все то же самое. 3,2, 3, 2,9, 3,3. Закрываю один, буквально один рядок. То есть это вот просто чуть-чуть тень попала на вашу солнечную панель. Вы где-то встали на солнце. Но от какого-нибудь дерева или от какой-нибудь, от какой-нибудь там веточки пошел. У вас пошла тень. И вот закрыла чуть-чуть, да. И смотрим, что же у нас тут получается. Получается 8,4 ватта. 8,9, 8,5, 8,4, 8,2. То есть, знаете, да, даже незначительная небольшая тень может обломать весь кайф вам. Вот так. То есть 8 ватт. Если у нас на монокристалле 20 вошло, то здесь идет 8 ватт. Вот здесь вот как-то, как-то вот похуже. И вот, народ, чтобы вы понимали, вот поликристаллическая панель на 265 в лежачем положении должна выдавать вот столько на зарядку аккумулятора. Вот 14 ампер. У вас должно идти на зарядку аккумулятора, если у вас аккумулятор просевший. И, значит, на входе у нас, на солнечном контроллере у нас 6,6, 6,7 ампер, 183 ватта, 27,8, ну, 28 вольт. 28 вольт, 6,6 ампер, 178 ватт. А на выходе у нас, на выходе у нас 14 ампер идет на зарядку нашего аккумулятора. Это вот всем, кто хочет делать вот солнечные панели, ставить, то есть, вот, чтобы вы знали. 250, 265 ватт, поликристалл, 14 ампер на выходе. Я надеюсь, что всем все понятно. Закрыли один ряд, все, хана. Закрыли наполовину вдоль, все, хана. Закрыли наполовину поперек, все, хана. Так что, знаете, да, незначительная тень убьет вам всю солнечную вашу энергию. Так что, если хотите зарядить аккумулятор, ставьте машину только на солнце. Никакие тени, никакие ветки, никакие дома, ничего. Только открытое солнце и все, иначе у вас просто-напросто ничего вырабатываться не будет. Все, ладненько, на этом буду заканчивать. Я надеюсь, что вам эти видео были интересны и полезны. Если не лень, ставим пальчики вверх. Если есть какие-то вопросы, задаем их в комментариях под видео. У меня на сегодня все. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok